ребята всем привет у нас сегодня в ролике спайка желобов из крашеного металла вот у нас есть здесь вот такой угол как и говорил в прошлом ролике угол нашего перелома 140 градусов вот и мы решили впервые запаять желоб между собой с помощью пайки вот и мы это сделали сделали вот он спаянный желоб мы сейчас сюда его установим и будем делать краш-тест этого изделия нам важно самим понять насколько она прочная на что она способна это пайка в таком виде и стоит ли ее применять вот поэтому смотрим как мы паяли а потом смотрим краш-тест вот я полностью оторвался мне 80 килограмм давайте рывками попробуем и вот как вы поняли этот ролик будет а спайки подвесных желобов крашеных это может быть aquasystem это может быть другая какая-то другой производитель вот и сейчас я вам примерно объясню дело то что у нас не погода дождь сегодня на наш объект где происходит монтаж этих желобов мы не поехали мы поехали просто взяли желоба приехали другой объект и здесь будем готовить значит на объекте что мы сделали мы замерили наш угол стыковки желобов вот вот у нас есть такая вот угломер у нас получилось 140 градусов вот могу показать все видно и мы собираем здесь так называемый кондуктор давайте я камеру немножко приспущу и подвину вот так вот чтобы было наглядно видно все вот так вот да и собираем наш кондуктор то есть у нас есть размер мы его ставим и крепим сюда две рейки далее делаем сюда нам у нас здесь должно получиться как у нас и желоб замеряем вот так и здесь вот делаем размеры собираем эту конструкцию уберем пока потом мы уже все зарезали вот подставляем сначала то есть мы выводим бисектриса угла вот и у нас или нарисована соответственно у нас когда желоб торчит мы смотрим размечаем отрезаем подгоняем под эту линию сделали так же делаем и с другой половинкой то есть у нас займите у нас вюст упирается прямо вниз на стенку и она на сантиметр ниже чем если у нас вот это вот легла сразу на фанеру суда то вилл вюст у нас на сантиметр должен здесь подняться это очень важно в этот момент здесь делаем то же самое то есть сводим также обрезаем все вот у нас мы свели наш желоб а типа ближе покажу так вот дальше но боятся у нас у нас будет появится она прям в стык контакты будут появятся ним не будет и перехлёст и ничего боятся будут у нас вот в этом месте то есть мы здесь столько же делаем чтобы у нас получается вилл вюст лег здесь получается уже на сантиметр полка выше здесь ниже здесь вирус ложится на эту фанель это вируса ложится на фанеру вот здесь тоже самое и сводим их проверяем все давайте покажу поближе вот так вот вот так вот мы делаем то есть мы свели здесь примерно миллиметр может быть нахлёст вот далее все так подниму далее у нас есть в наличии вот такая шуруповерт вот такая вот насадка защищать краску есть камень специальный чтобы паяльник очищать вот такой вот не видно в кадре не видно показываю вот есть камень это чтобы очищать паяльник есть унигель вот такой вот перке его кислота вот соответственно есть само олово это олово у нас пруты для цинка они продаются в магазине есть олово ну и есть паяльник у такого паяльник он у нас сколько киловатт 300 300 киловатт вот паяль электрический вполне хватает для спайки желобов так что надеюсь понятно вот эта система вся вот и сейчас следующим этапом на дом нам надо зачистить здесь буквально по 5 миллиметров убрать краску полностью с одной стороны с одной стороны желоба и с другой стороны желоба все раз мы вам это покажем а и а и и так вот зачистили покажу как получилось буквально по 5 миллиметров нахлёст примерно если видно не видно ноги ты миллиметр вот мы начнем середины прихватывать потом подтягивать прихватывать прихватывать потонку уже пропаивать полностью все сейчас мы вам это покажем мы берем кислоту у нигель и тоненьким тоненьким слоем аккуратненько намазываем наш очищенный цинк это кислота она может сжигать саму краску поэтому аккуратненько только на очищенную поверхность кисточкой это делаем и так же делаем с другим так и наши детали уже соединяем все отлично все и начинаем пайку сначала делаем прихватки сделали прихватку отступаем сантиметра два три делаем еще одну прихватку и в другую сторону тоже а мы саны подбить чуть не прихватим заднюю структу прихватим заднюю структу отступающего неравнен само олово оно если польется на краску она краски не прилипает прилипает там где есть кислота здесь неудобно держать и снимать и давайте как-то камеру поставлю вот понадобились еще одни руки чтобы кто-то придерживал сводил кто-то кто-то делал припайки прихватки не висит сверху есть и а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас схватится, если видно, есть небольшая щель между желобами. Это надо подработать сейчас молоточком, свести их. Давай оттуда потихоньку, вперед потихоньку. Продолжение следует... То есть подбили, у нас плотненько все легло, примерно сантиметра два, это место пропаиваем. Продолжение следует... Простучали опять сантиметра два, опять пропаиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Остывает и надо тряпочкой кислоту лишнее убрать. Пока теплая, она здесь, чтобы легче убирается. Кислота... Потемнение по краям... А вон возьми, пошикай... 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 Писота чернеет, надо ее тряпочкой убирать, чтобы чистенькая была. Мыльной водой... Просто водичкой... У нас это обезжириватель... Очищает хорошо... Теперь пропаиваем сам вюрст. Это очень важная часть для жесткости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Все Небольшие штрихи Все Смотрим Нашу пайку Смотрим в другую сторону Все Осталось Почистить и Подкрасить У нас тут есть олова Есть места Кислоты И мы их сейчас закрасим Есть вот такой корректор Продаются такие корректоры Вроде как В Москве В Уникме Но мне это Денис дал Которая Рофмото И мы Аккуратно Начинаем Подкрашивать Все незакрашенные места Чтобы у нас снизу Выглядело все красиво Заодно Подкрашивается И рез самого металла И олова Которая Немножко вышла сюда Не надо вот так вот Намазывать Тоже аккуратненько Только там Где у нас Видно Либо олова Либо Рез Переворачиваем Наш желоб Наш стык Тоже Подкрашиваем Ну так Чтоб Хотя его не видно Будет конечно Ниоткуда Но мы его Все равно Закрасим Видно Не видно Поближе Поставим Делаем То же самое Ну и докрашу Я покажу Уже готовый Вариант Ну так друзья Пайка уже завершилась У нас Мы Только что Покрасили У нас Это был Первый Пробный Хотя я бы не сказал Что он пробный Тоже сделан хорошо Вот Сзади тоже Видно Да Вот И Вот второй Здесь мы Положили Немножко больше Олова Так вот он выглядит Все сделано Аккуратно Вот Завтра один из них мы поставим На место Для вас Это буквально Несколько секунд По видео А второй Мы попробуем Разорвать На разрыв Его Вот А сколько Он будет Держать А вот Нам самим Это интересно Это у нас Скажу честно Это у нас Первая практика Спайки Вот поэтому Надо один Попробуйте Разорвать В любом Случай Вот Насколько Пайка Хорошо Это держит Итак Вот так Мы его спаяли У нас два Желоба Мы выбрали Один из них Они абсолютно По сути Спаяны Одинаково Здесь Еще Когда Видите Колено Длинное Здесь Будет Обрезаться Здесь У нас Будет Еще Воронка И Соединение Будет Воронки Между Этими Двумя Крюками Вот То есть У нас По сути Элемент Я вам Потом Уже В каких Других Роликах С этой Крыши Это место Покажу Уже Когда Она Будет И уже Будет Когда Все Подсоединено Вот Сейчас Туда Как видите Небольшой Участок Есть Незаконченного Желоба И здесь На камере Не видно Здесь Еще метра Ну Два Вот До этого места Незаконченного Места Ну Стыка Вот А везде По периметру Уже Все стоит Уже Ребята Один Треугольник Закрыли И второй И второй Сейчас Открывают Но Сейчас Не важно Сейчас Мы Делаем Тест На Прочность Этого Шва Чтобы Его Сла Поставить Нам Надо Сейчас Мы будем Его Загонять Вот Мы можем Сильно Поцарапать Поэтому Нам Надо Эти Два Крюка Открутить Начало Поставить Их Так Пока Полежи Здесь Смотрим Сюда Положим Очень Самим Самому Все Интересно Поэтому Чтобы быть Уверенным Нам Самим И Чтобы Спать Спокойно Нам Не то Что Хочу Кому Что Доказать А Просто Нам Самим Понять Такой Вариант Он Вообще Но Иметь Право На Жизнь Или Нет А Вот Я Там Поставил Меточки Чтобы Нам В Нужное Место Их Поставить За Царапины Сделал Этот Желоб Тестовый Ставим Одеваем В Этпаз Ставим На Место Смотрим Попали Не Попали Попали Все Хорошо Перекручиваем Крюки Обратно Итак Желоб Наш Стоит Он Немножко Не Видится Нормально Вот Какие Воздействия Будет На Этот Желоб Когда Он Будет Стоять У У У У На Месте То Есть У Него Будет На Него Давление Допустим Здесь Будет Сугроб Лежать Насколько Здесь Килограмм Будет На Этот Участок Тем Более Что Основное Усилие Будет Ити На Крюки Чтобы Держать Они Стоят Тут Ну Вот Стыка Скажем Этого В 10 Сантиметров 10-12 Сантиметров Стоят Вот Поэтому На Скажем Так На Давление Большая Часть Будет Держать Конечно Ж Крюки Но Здесь Есть Еще Такой Момент Как Линейное Расширение Когда Металл Будет Нагреваться Он Будет Растягиваться И Это Самое Главное Что Нас Беспокоит Не Порвет Ли При Линейном Расширении Это Место Но Здесь Я Сразу Скажу Я Как Сказал Чуть Выше Здесь У нас Будет Воронка И Соединением Будет Воронки Это Желоб vulи Здесь Отрежется У нас И Соединение Будет Перехлест Я Потом Покажу И Часть Будет Она Подвижная Здесь Будет Тоже Самое Здесь Будет Перехлест Вот И Тоже Эта Часть Будет Желобы Подвиж Остальное Вот То есть Это У нас Получает По сути Мертвая Зона Вот И На Таком участке вот на таком да здесь какие-то ну 40 сантиметров если линейное расширение у стали 1 и 2 миллиметра на погонный метр здесь даже какие там доля 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 миллиметров даже миллиметр нету сами понимаете это 0403 но все равно это же как бы расширение и получается могут пойти какие-то микротрещины чемпище поэтому нам надо в несколько раз это воздействие усилить поэтому это называется краш-тест и проверить наш стык давайте чего начнем давайте ну надавим на иного на него сверху да и будем смотреть на шов не знаю будет видно не видно вам как-то камеру поставить но если что я вам все равно сниму и покажу так с одним давлением я сейчас давлю не пускать не могу повиснуть на нем если не могу конечно потому что сесть на него что попрыгать немножко во мне вот я полностью оторвался а мне 80 килограмм вот о нем сижу на крюках на этих сижу я встал визуально осматриваю визуально все целое какие еще давление но если на растяжение его брать опять же ну я просто сил не хватит только его чтобы растянуть поэтому у меня есть идея конечно же не один там человек тянет в одну сторону другую другую это все ерунда будет мы сейчас пойдем вниз зацепим один край за что-нибудь тяжелое а другой край а пробуем тянуть ну или к машине на крайний случай прицепить и потянуть просто ну реально хочется его разорвать и цель насколько краш-тест вот этот самого желоба он будет держать насколько жесткий выдержит тест этот шов так ну давайте я попробую так снять снялся без проблем по сути можно посмотреть что шов абсолютно целый а данный момент можно наверное было и так и водить да не снимая крюки ну да можно было ладно поправить чуть можно было так они в принципе ничего пойдемте но видите и когда я так стали сразу же царапается вот задняя стенка об крюки лучше аккуратненько снять он видите лучше аккуратненько открутить это место вот поставить вместе с крюками как я показывал изначально и все ну что пойдемте вниз и там продолжим наш тест итак ребята мы сейчас все придут я придумал мы сейчас возьмем наш пока еще целый желоб после того как я на него сел на крюках он же проверить я все равно порву понимаете я не знаю пока как как но я его порву то есть мне важно знать насколько этот шов будет серьезный и стоит ли вообще применять сейчас возьму привяжу его вот к этим двум доскам закручу и другой конец тросом да и попробую его тянуть попробовал разорвать дать ему воздействие на линейное расширение это место так у нас здесь что легковато она еще одну доску суда еще одну доску со прикрутим сейчас чтоб потяжелее было то есть ну я намерен серьезно ее разорвать не просто там она не порвется хотя не исключено что все мои потуги будут бесполезны пошло 1 1 хватит так чего нас сейчас получается вот уже серьезно вы скажете дрыщ подтянуть три доски не можешь я знаю найдутся такие комментаторы так все происходит можно сказать прямом эфире так куда его лучше прицепить и куда тянуть как-нибудь вот так вот наверно так направляем его в сторону куда мы его будем тянуть получше его закрепим скажите санек фигня занимаешься ну да по сути мне самому просто интересно вам разве не интересно порвется ли шов лет я знаю некоторых в любом случае скажут да конечно порвется санек не мучайся даже так у нас есть трос так как его слаза колхозить как его слаза колхозить этот трос есть идея как его слаза колхозить чтобы он держался не туда а у меня есть я сейчас у того что моря за прикручу есть контакт и наверное после этого уже трос использовать не буду потому что мало ли придется использовать здесь уже дырки такие насверлено и какой-то момент дело так ну что надеюсь видно посмотрю поближе в камеру так все видно давайте поближе даже поставлю чтобы наблюдать это все машина будет рваться сразу же да я буду тянуть она будет рваться как раз таки будет видно так наверно уже по времени очень долго ролик занимает но ради такого ребята надо не но это не серьезно как-то что делать что-то как-то прям на из и прям как-то легко тащиться так чего еще соп прикрутить сделать его потяжелее я обратно верну сейчас прикрутим эту доску тоже черным саморезом пофиг смотрим что у нас получилось получилось вот такая вот четыре доски получается вот три с половиной так я же думал и если сил не хватит тросом к машине и и поэтому подогнала ее так чтобы дернуть все пока хватает так ну что тянем давайте рывками попробуем ребята держит все хорошо вообще даже краска не лопнула нигде я думаю сначала краска будет лопаться он даже она и вот так вернем на место давайте поближе покажу чтобы поняли что еще вообще ничего не произошло этим швом он как был целый так и есть даже краска не лопнула я буду пробовать я все равно же порву все равно другой способ придумаем какой-нибудь может порвать мне все равно хочется это для тех кто не писал что саня не выдержит смотрим как стараться что пробуем давайте в разные стороны покрутим его вот так вот так вот давайте так вот давай если на камеру видно нет еще его видно давайте поближе поставим так вот так это уже саморезу меня здесь уже все повредилось так на саморез докрутить этот саморез сорвутся валове сможет какого-нибудь самореза в него держит какой там шов и заски врывать пробуем дальше я тебя все равно порву наверно парни я думаю тест на линейное расширение он прошел давайте посмотрим поближе что ничего с ним не случилось абсолютно даже краска не треснула вот так сейчас мы придумаем какой-нибудь другой краш-тест пока поставлю на паузу пока буду думать итак ребята я немножко передохнул перекурил откручивал займет такую вещь посмотрите сам саморез вот на такие 25 на 40 саморезы они настолько здесь дырку сделали что то есть здесь дырки увеличились вот здесь начал металл растягиваться они здесь здесь как видите все целое пока еще а здесь где трос мне держался здесь вот дырки нормальные но у меня этот какого уже на двух всего саморезах трос держался остальные насквозь трос ну пролезли так что продолжаем ну пока давайте попробуем не знаю там как а по коленку что ли деформировать так есть контакт немножко краска лопнула а с моим боком ударим так о лопнул вот вюльст лопнул так я сомневаюсь что желоб у нас на крыше такие моменты будут переживать да так здесь слот ну наверное сейчас так вот сделать подтянуть то наверное порвется вот пока докуда порвал видно я честно я очень сильно стараюсь очень сильно напрягаюсь главное не обосраться не смотрю не знаю она порвалась по пайке или нет хочу посмотреть на шов или или само железо гитричина была допустим да ну нарезе была заусенец получается то может по заусенцу металл пойти ну рваться нет ну видимо по шву ну вот я же сказал я его порву вот то есть о чем я хочу сказать мне же писали комментаторы на фейсбуке кстати вот ссылка на мой фейсбук вот ссылка на мой инстаграм мой личный инстаграм где я вот бывает всякие анонсы делаю и ну всякую всякую не только проработан но и другие вещи есть еще вот этот инстаграм да но это чисто рабочий инстаграм вот там только про работу вот и ссылки оставили в описании естественно так и что я хочу сказать подытожим да те люди которые писали что он порвется то есть на том месте да этот кусочек под воздействием снега вы видели я на него сел или или многие писали будут линейные расширения вот на этом участке хотя я говорю что в эту сторону и в эту сторону будет здесь будет воронка стоять здесь будет перехлить желоба и склепываться он никак не будет то есть эти желоба крайние и линейные решения они будут двигаться а вот этот треугольник он будет стоять на месте это как мертвая зона получается вот там какие-то микро и микро нагревы есть конечно но то что вы видели особенно что я вот здесь вытворял и ничего не случилось таких нагрузок на этот желоб на этот узел не будет поэтому я могу с уверенностью сказать что мы тот желоб туда поставим и будем спать спокойно это чисто наш эксперимент вот я никому там не советую там да там вот вы можете так делать нет просто ну мы сделать так мы попробовали мы сделали мы протестировали и тот желоб который мы первые спаяли также абсолютно так же вот даже там был небольшой перехлёст вот что должно быть еще лучше спаяна вот он будет держаться потом я вам покажу когда уже крышу буду показывать полностью я это узел пройду покажу вам как он уже на месте стоит просто хочу еще вон тем комментатор написать особенно самым самым таким этим особенно из Сочи там один был и один еще был по-моему из Швеции салили разорвет я вам скажу секрет один открою почему я был ну практически на 90 процентов уверен что я замучаюсь его рвать просто дело то в чем те кто говорит что разорвет они во-первых сами не пробовали этого делать во-вторых просто есть момент у кого-то руки понимаете вот отсюда с этого места вот так и по факту просто не могут ничего делать а у кого-то с нужного места раз вы понимаете вот и вам причина так прикол шучу конечно сарказм не обижайтесь вот так что так вот такой вот ролик получился всем спасибо за просмотр надеюсь было интересно познавательно и только вам решать делать повторять за нами или нет мы не учим мы только либо рекомендуем либо показываем как это мы делаем как то так всем пока все ссылки в описании до скорых встреч